В НАТО не подтверждают того, что Россия принимает меры по деэскалации напряженности на своей границе с Украиной. Североатлантический альянс призвал Москву прекратить наращивание там своих войск и избрать путь дипломатии. В этом контексте министры обороны стран НАТО, собравшиеся в среду в брюссельской штаб-квартире, договорились разработать варианты сдерживания России, в том числе создание новых боевых групп для размещения в центральной, восточной и юго-восточной Европе. «Москва ясно дала понять, что готова оспорить фундаментальные принципы, лежащие в основе нашей безопасности на протяжении десятилетий, и сделать это с помощью силы», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «С сожалению, я должен сказать, что это новая нормальность в Европе». Генеральный секретарь НАТО добавил, что происходит самое большое сосредоточение российских войск и тяжелой техники со времен Холодной войны, и последствия этого будут ощущаться еще долго. «На долгосрочную перспективу, я думаю, результатом явно стало резкое повышение в НАТО уровня тревоги и решимости укреплять оборону на Востоке, а также в Черном море. Для этого создается структура на будущее. Для НАТО все уже не будет, как прежде», — сказал Ян Лессер из Германского фонда маршала США. «Россия мне представляется державой, которая настроена восстановить свои былые позиции и свергнуть нынешнюю архитектуру безопасности в Европе. «Русские торопятся, чувствуя, что время не на их стороне, даже в отношении Украины. Я не знаю, каковы будут их намерения в плане применения силы, но, конечно, чем дольше они будут ждать, тем это будет тяжелее». Чтобы обсудить эти вопросы, лидеры Евросоюза воспользуются своей запланированной на четверг встречей с участием представителей Африки. Однако никаких решений и официальных заявлений по поводу отношений с Россией на этом саммите не ожидается. Продолжение следует...